И вернемся к ранее анонсированной теме. 16-этажный дом в микрорайоне Аккент в Алматы, где накануне случился пожар, сегодня оцеплен полицейскими. На месте развернули круглосуточный оперативный штаб, куда весь день обращаются жители. Им оказывают помощь, доставляют воду и еду. В здание жильцов пускают только для того, чтобы забрать необходимые вещи. Гафу Али расскажет подробнее. Когда случился пожар, жильцы этого дома и близлежащих домов тоже первыми бросили спасать людей. Рискуя жизнью, они действовали как единый организм до прибытия пожарных. Люди выносили на улицу новые ковры и матрасы, чтобы ловить прыгающих из окон людей. Некоторые приносили воду, а третьи сквозь гарь и дым выносили на улицу людей. Вот действительно, чужой беды не бывает. И, кстати, зевак тут тоже не было. 29-летний Тлеужан Ахмедхан, отец двоих детей, живет на втором этаже. Он один из первых почувствовал запах гари и проводил семью до лестницы. А сам побежал на 16 этаж, чтобы спасти своих соседей. Вчера я был в шоковом состоянии. Даже не понял, сколько человек вынес на улицу. Думал, трёх-четырёх. А сегодня ко мне подходили десятки людей, благодарили. Оказывается, кому-то брата спас, кому-то ребёнка, жену, дочь. То есть я на автомате поднимался, спускался и снова поднимался. Помню, что был и на 11 этаже, и на 8. Последний раз поднимался на 13. Там внук соседа. Один остался дома. Когда я его выносил, уже был настолько плотный дым, что спускался на ощупь. Быстрее пожара в многоквартирном доме разгоралась паника. Женщины начали выпрыгивать из своих окон. Не дожидаясь помощи пожарных, внизу уже на готове стояли люди с развернутыми одеялами и матрасами. Одна из женщин сбросила им своего ребёнка, а следом выпрыгнула и сама. Позже прибыли спасатели с автоматическими и механическими лестницами. К сожалению, их хватило не всем. Мы с дочерью отдыхали дома. Вдруг она почувствовала запах гари и сказала «Мама, пожар!». Когда мы открыли дверь, то увидели, что горит лифт, а наша квартира рядом с ним. Мы поняли, что не сможем выйти на улицу. Выбежали на балкон и стали звать на помощь. Через 10-15 минут к нам подоспели пожарные, приставили лестницу к балкону и спустили нас. Тем временем люди продолжали прыгать из окон. В основном девушки, их родителей не было дома. Они прыгали от страха, что сгорят. Одна из них – Асельбик Мухаметова. Она скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. По словам пожарных, если бы она подождала всего 20 секунд, то её спасли бы. Во время её прыжка сотрудники как раз вскрыли дверь. Они эвакуировали её мать с помощью спасательного колпака. Сестра Асель Айжан тоже выпрыгнула из окна и сейчас находится в реанимации. Всего в этом пожаре пострадало 49 человек. Почти половина из них – дети. Практически все они отравились угарным газом. И один ребёнок получил перелом ключицы. Состояние у всех стабильное. В ДЧС Алматы рассказали о нарушениях, допущенных в ЖК. В доме были неисправны системы противодымной защиты. Если бы они работали, то не было бы задымления. Кроме того, аварийные выходы высотки были закрыты на замок. По факту пожара на данный момент возбуждена межведомственная следственная оперативная группа прокуратуры города. Куда вошли наши дознаватели? На данный момент возбуждено два уголовных дела. Назначены пожарно-технические экспертизы. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия. Застройщики жилого комплекса пообещали, что предоставят двухкомнатную квартиру семье погибшей Оселя. Также они сообщили, что за свой счёт проведут восстановительные работы в горевшем доме. Для жильцов местные власти организовали ночлег в гостинице и спортивном зале одного из лицеев. Но многие предпочли пока пожить у своих знакомых и родственников. Гафу Али, Эдвард Кон и Кенжи Амраев, Хабар, 24, Алматы.